Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Инвестирую уже около 25 лет и продолжаю помогать вам делать это правильно. Рассказываю то, что вам не расскажут циничные брокеры и хитрые блогеры. Так вот, сейчас уже только ленивый блогер не перепечатал общую информацию про новую прогрессивную систему налогообложения, предложенную Минфином. А я не просто дам эти данные, возьму, кстати, скрины с РБК, но и расскажу о влиянии новых правительственных инициатив на фондовый рынок. И сначала, коротко, общая информация. Важно отметить, что донастройка налоговой системы коснется как физических лиц, так и юридических лиц. Ну, как сказал министр финансов Силуанов, предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. По сути, для большинства россиян налоговая нагрузка не изменится, если доход гражданина не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Здесь ставка НДФЛ останется 13%. Далее запускается прогрессивная система налогообложения. Ну, согласно статистике, налоговые изменения коснутся примерно 2 миллионов человек из 64 миллионов работающих. Много это или мало решать вам. Кстати, напишите в комментариях, кто недоволен новой налоговой политикой и почему. Это интересно. Лично у меня есть вопросы, интересно, совпадут ли они с вашим мнением или нет. Далее, ближе к инвестиционной теме. Налог на доходы по ценным бумагам, депозитам, недвижимости останется 13%, если гражданин получил доход менее 2 миллионов 400 тысяч рублей. Опять же, в год. Все, что выше 2,4 миллиона, будет облагаться 15% дологом без дальнейшей прогрессии. Это неприятно, но не критично. На самом деле, нас, инвесторов, больше должно интересовать другое, а именно то, что коснется бизнеса. И тут дела обстоят пожестче. На сегодняшний день предлагаются следующие изменения. Повысить ставку налога на прибыль с 20 до 25%, повысить налог на добычу полезных ископаемых для отраслей с высокой рентабельностью и низкими инвестициями, коснется производителя удобрений железной руды, ввести для ИП на УСН с оборотом выше 60 миллионов рублей НДС. И тут получается, что налоговое давление на бизнесы увеличится вполне заметно. Прибыли из-за этого снизятся, что, естественно, может повлиять на финансовые показатели компаний и, как следствие, на фондовый рынок. Скорее всего, предприниматели постараются переложить свои повысившиеся расходы на плечи покупателей, а это, в свою очередь, может привести к росту инфляции и снижению потребительского спроса. И в этом тоже нет ничего хорошего, как вы понимаете. Вот, далее давайте немного подробнее по перспективам именно фондового рынка, так как канал у меня все-таки инвестиционный, про инвестиции. Фундаментал российской экономики и фондового рынка и так был далеко не великолепным, и я об этом говорю уже давно и регулярно. Это действительно так, только далеко не все это понимают почему-то. А рынок рос на различных импульсах и разгонах от брокеров и блогеров, и красивых новостях от средств массовой информации. К тому же, объективно, российские деньги сейчас заперты в контуре только российской инвестиционной инфраструктуры. Вывод капитала все-таки заметно осложнен. И этот фактор дополнительно дает подпитку фондовому рынку. Кстати, специалисты уже подсчитали, что рост налоговой нагрузки может привести к логичному ухудшению финансовых показателей публичных бизнесов и, как следствие, к снижению российского фондового рынка примерно на 5-7%. Ну, во-первых, налоговые инициативы заработают только в 2025 году. Широко обсуждаемый сейчас законопроект еще будет обсуждаться. К тому времени инвесторы уже 10 раз забудут про налоговые инициативы и рынком будут править текущие новости и процессы. А вспомнят еще пару-тройку раз до конца года и, естественно, в конце года перед внедрением. Во-вторых, у российского инвестора сейчас реально не очень хороший выбор по диверсификации. Диверсификации по странам практически отсутствуют, диверсификация по валютам сопряжена с повышенными рисками. Поэтому приток денег на российский фондовый рынок вполне может возобновиться, особенно если предварительно случится более глубокая коррекция и цены акций станут интереснее. В-третьих, мы сейчас входим в период дивидендного сезона, а это означает довольно много лишних денег, часть из которых реально придет на фондовый рынок. То есть не все так уж сильно и плохо. Но ситуацию заметно осложняет высокая ключевая ставка, которую, к сожалению, даже могут поднять на ближайшем заседании ЦБ. Это уже сейчас, в отличие от будущих налоговых изменений, ухудшает финансовые показатели бизнесов и давит на фондовый рынок. Текущую коррекцию в акциях в большой степени, на мой взгляд, можно объяснить именно негативной перспективой по ключевой ставке. Налоговую инициативу при этом явно добавили негатива. В общем, что хотел сказать. Не вижу вообще никакого смысла активно обсуждать налоговые инициативы, слушаться в них и тратить свое время на контент по этой теме. Потому что повлиять на изменения в налоговой политике мы не можем с вами. А то, что такие вот изменения грядут, это было более чем очевидно, и я об этом говорил неоднократно. Правительству явно нужны деньги, с бюджетом не все прекрасно. Также в качестве вывода хочу сделать акцент на том, что фундаментал по российской экономике и по фондовому рынку продолжает ухудшаться. А налоговая инициатива немного усилит этот негативный процесс. Но при этом дивидендный сезон и сужение списка альтернатив для инвестирования вполне способны поддержать российский фондовый рынок и оградить его от серьезного падения. А вот возможная высокая волатильность в будущем будет связана, скорее всего, с геополитикой. Ведь стабилизация основного геополитического вопроса с большой вероятностью произойдет через предварительную сильную эскалацию напряжения. На мой взгляд, именно это может начаться сравнительно скоро. Ну а на сегодня все. Успех финансовой независимости. Это прибудет с вами все сложный процент.